Значит, калевинизм действительно, как и весь протестантизм, он осуждает роскошь. Как таково он считает, что все деньги должны идти в дело. И в этом отношении он близок с нашему старобрячеству, староверию. И хотя это разные явления. И я очень в этом отношении полностью солидарен и со старобрядцами, со староверами нашими, и с не нашими протестантами. А сейчас уже и с нашими протестантами. Потому что, да, зачем отвлекаться на ненужное, так сказать, роскошество, которое только раздражает бедных. Все деньги должны идти в дело. Да, должна быть красота, да, должен быть дизайн, да, миллион за улыбку, пусть будет миллион. И мы видим сейчас это на улицах, как бережно сохраняются эти вещи, которые когда-то оказались излишествами, роскошествами. Но в общем и целом, деньги должны служить делу, а не развлечениям. Но вы упомянули не протестантизм, а конкретно кальвинизм. И вот конкретно кальвинизм вещь страшная. Потому что кальвинизм считает, и именно этим он отличается от остальных течений в протестантизме, если я правильно, конечно, понимаю, что каждый человек, значит, там доктрина предопределенности. Есть люди, отвергнутые Господом, есть люди, принятые Господом. И не просто человек не может изменить эту, выражаясь по-индуистски, карму. Еще страшнее все. Все еще страшнее. Признак того, что человек угоден Господу, это богатство. Признак того, что человек отвержен Господом, это бедность. То есть это социальный расизм, отлитый в религиозную форму. И вот эта вещь абсолютно страшная и, на мой взгляд, так же неприемлемая, как и основная часть доктрин фашизма и нацизма. Хотя да, дороги в Германии действительно были хорошие, это правда.